Уважаемые коллеги, очень рада вас здесь сегодня видеть. Спасибо, что вы пришли, и спасибо за организацию этого симпозиума. Я бы хотела поделиться нашим скромным опытом. Нет, это... Это то, как есть на сегодняшний день. Нас не всё устраивает. К сожалению, не всем пациентам выполняется МРТ перед операцией. И части пациентам с протентериальными опухолями выполняется компьютерной томографией. Но мы работаем над этим, и это улучшается. И я надеюсь, что этот прогресс будет продолжаться. У нас есть счастливая возможность использовать позитронно-эмиссионные томографии с метионином в Санкт-Петербурге. И мы широко используем этот метод. Он незаменим в том случае, если всё-таки МРТ не было выполнено в первые 72 часа после операции, потому что это единственное, что может нам помочь оценить объём операции наличие остаточной опухоли в течение первого месяца наблюдения за пациентом после операции. Кроме того, это возможность дифференцировать псевдопрогрессию, радионекроз от прогрессирования заболеваний или рецидива. И также очень эффективный метод в мониторировании эффективности терапии. Оперативное вмешательство, которое выполняется в разных стационарах, которое очень сложное в случае злокачественных глиом, потому что это опухоли, которые инфильтративны по своей природе. И, с одной стороны, вмешательство должно быть безопасным, с другой стороны, пациенты с тотальным удалением, как известно, имеют лучший прогноз, поэтому это очень сложная задача, которая стоит перед нейрохирургами. Послеоперационное МРТ также выполняется, к сожалению, очень часто и по техническим, и по парамедицинским причинам не всегда своевременно, и не все больницы оборудованы таким образом, чтобы это было сделать просто. Но, опять же-таки, я вижу прогресс в этом отношении. Мы надеемся, что нам удастся это изменить. Гистологическое исследование, иммуногистохимическое исследование выполняется сегодня, и референс проводится в Москве, ФНКЦ имени Дмитрия Рогачёва, и мы благодарны за эту возможность и за то, что это делается быстро и качественно. В Санкт-Петербурге мы имеем возможность делать вот те два молекулярных маркера, которые вы видите, MGMT и IDH1, лучевая терапия. И сегодня мы проводим тимозоламид в качестве химиотерапии большинству пациентов. Раньше это была полихимиотерапия. Я начну от самого драматического и буду двигаться в второе умение драматического. Мы проанализировали 33 случаи у холестового головного мозга. Медиана возраста была типичной для этой патологии. Часть из пациентов были выполнены биопсии. Но позже, когда мы осознали, что большинство из этих пациентов относятся к целокачественным грёмам, мы прекратили выполнять биопсию, так как мы не можем исследовать этот материал таким образом, как сегодня это имеет смысл для поиска таргетов и для выполнения сложных исследований. В общем, это несущественно влияет на прогресс, но может ухудшить клиническое состояние ребёнка. Половине пациентов выполнялось не только МРТ, но и позитронной эмиссионной термографии с метианином. И то, что нами было отмечено, что захват метианина ниже при случае локализации опухолей в спалеку головного мозга по сравнению с упротентриальными опухолями. Несмотря на то, что пациенты, которым была пополнялась биопсия или аутопсия, было доказано, что эти опухоли относятся к злокачественным грёбам, к грёбластомам в частности. Из чего мы сделали вывод, что, видимо, особенности кровоснабжения и гематитфорического барьера таковы, что метианин туда проникает хуже, и это, как известно, один из механизмов химиорезистентности этих оборудования. Поэтому мы считаем, что это требует специальной трактовки. Такая картина ФЭД и необходимо филенцировать таких пациентов при трактовке этого исследования. Оценка результатов лечения по разложительности жизни ее медианы выявила, что пациентов, которые получали только лучевую терапию, лучевую терапию в сочетании с полихимиотерапией, или позднее пациентов в сочетании с тимозоломидом, не показала достоверных различий. И мы знаем из большого количества публикаций, что отсутствие существенного влияния использования тимозоломида на продолжительность жизни этих пациентов в общем стало таким мощным разочарованием для детских онкологов. И сегодня большинство клиник отказывается от такой терапии вследствие того, что это не улучшает прогнозы болевания, существенно улечивает ее стоимость и привязывает пациента к клинике даже тогда, когда он мог бы не посещать больницу в связи со своим общим состоянием. У нас есть один пациент, который живет более 10 лет, он поддрекративен, он получал последовательно полихимиотерапию и затем еще некоторое количество курсов с тимозоломида. Сейчас он уже достиг совершеннолетия. Я хотела бы немного рассказать про лечение по европейским протоколам. Это была группа пациентов не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы. И Ольга Григорьевна висела очень большой вклад, потому что здесь очень много ее пациентов. Пациенты распределились равномерно в зависимости от кистологического диагноза. Достаточно типичная была группа по распределению полукомизации опухоли, преобладая в сопротендориальной, был несколько пациентов с опухолями спинного мозга. Это редко, но возможно в случае с докачественным глюмом. Это распределение по возрасту в обеих группах и по объему операции. Хочу обратить внимание, что, к сожалению, только четверти пациентов было возможно тотальное удаление опухоли. Этот слайд характеризует объем лучевой терапии. В этой группе он был стандартным. Это полихимиотерапия. И наши немецкие коллеги, конечно, знают, здесь режимопредложены группой HIT. Наша клиника никогда не была участником протокола, но наши немецкие коллеги любезно разрешили нам использовать эту схему, за что мы им очень благодарны. И позже мы использовали тимозоламид как во время лучевой терапии, так и после облучения. И вот результаты. На этом слайде, конечно, очень впечатляют результаты выживаемости пациентам с тотальным удалением. И это, мне кажется, очень важный момент, особенно для нейрохирургов, потому что он демонстрирует, что пациенты, которых удалось прооперировать таким образом, чтобы опухоль была удалена полностью, то, что называется gross total resection, имеют шанс на большую продолжительность жизни, и даже ряд из них может выздороветь. И даже можно высказывать сомнения по таким результатам, но у нас есть публикация, и мне очень приятно, что часть авторов находится сегодня в этом зале. Это немецкие коллеги, которые проанализировали и сделали вывод о том, что тотальное удаление опухоли в сочетании с интенсивной полихимиотерапией существенно улучшает прогноз пациентов. И мне кажется, очень впечатляет, что эти данные совпали. Теперь я хотела бы сказать несколько слов про тот анализ, который мы совсем недавно выполнили. Это редкие случаи, когда глиома является второй опухолью после предшествующего лечения другой педиатрической опухоли. Здесь приведены цитаты из очень крупных исследований, где были исследованы десятки тысяч выживших после преимущественной лейкозы и других опухолей мозга, которые говорят о том, что риск пациентов, которые в детском возрасте подверглись краниальному облучению по сравнению с людьми в общей популяции, возникновение глиомы невероятно высок. Поэтому, когда мы проводим терапию нашим пациентам, мы должны понимать, что у этого может быть два лица, как у двуликого януса, которого мы можем увидеть в летнем саду. Мы проанализировали группу из 16 пациентов. Это были пациенты из разных клиник в нашей стране, которые лечились преимущественно и Ольге Григорьевне, и Уэлла Вячеславовна. К нам прислали случаи коллеги из разных клиник. Обращает ли меня на то, что большинство из них были с острым лимфобластным лейкозом, двое пациентов с медулобластомой и даже один пациент с нехочкинской лимфомой. Все пациенты соответствовали критериям радиоиндуцированной опухоли, то есть опухоли возникли в зоне облучения, был достаточно большой латентный период, и гистологически было доказано их отличие второй опухоли от первой. Те пациенты, относительно которых у нас были хоть малейшие сомнения, были исключены из этой группы, потому что было несколько пациентов, которых было не очень просто трактовать, и мы, не будучи в этом уверены, исключили их для того, чтобы быть уверенными. Значит, медианно-латентного периода, то есть между облучением и возникновением второй опухоли, составило 6 лет, и необходимо отметить, что большинство глю возникли в первые 9 лет наблюдения. Эта таблица демонстрирует всех этих пациентов. Вы видите, что большинство из них пациенты с острым лимфобластным лейкозом, что большая часть опухолей развилась в полушариях, но следует отметить, что глюбластома у пациентов после медулобластомы развилась в мужичке, то есть там, где была максимальная доза облучения. Большинство пациентов получили комплексное лечение и имели очень плохую выживаемость, что ожидаемо. Из чего мы должны сделать вывод, что пациенты должны долго наблюдаться после краниального облучения, даже тогда, когда риск рецидива их первичной опухоли, возможно, уже низкий, именно потому, что мы должны понимать, что возможно возникновение второй опухоли. Необходима, конечно, система скрининга таких больных, чтобы понимать, кто имеет больший риск, и, возможно, более ранняя диагностика на доклюническом этапе поможет нам как-то переломить ситуацию с результатами лечения этих опухолей. Ну и, как я обещала, хочется сказать что-то хорошее в конце. В нашем отделении получало лечение два мальчика, у которых была очень рано диагностирована злокачественная глиома. Один пациент был с врожденной глиобластомой, бессимптомной, опухоль была выявлена при ультразвуковом исследовании в 6 месяцев. Второй мальчик был с симпластической олигостроцитомой, он был прооперирован в возрасте 15 месяцев, и заболевание манифестировало локальными судорогами. Наблюдение за этими пациентами в одном случае превыше всего 10 лет, в другом случае приближается к пятилетнему промежутку. Они были, оба ПЭТ-негативные, тотально удалена опухоль, в одном случае пациент с врожденной глиобластомой был прооперирован в больнице Рауфиса, успешно очень, и нам удалось избежать лучевой терапии. И так как они были ПЭТ-негативные, то мы приняли такое сложное решение не облучать этих детей. Один случай был нам представлен на НОДГО, с врожденной глиобластомой, появляются нормы и термины, такие как congenital glioblastoma или infantil glioblastoma. Именно вследствие особенностей этих пациентов этот мальчик родился без каких-то особенностей, у него не было никаких неврологических симптомов, у него было нормальное развитие, опухоль была удовольна в 7-месячном возрасте. Она была подтверждена несколькими патологами в связи с огромным количеством сомнений, которые объяснимы. Этот материал был отправлен в Институт of Cancer Research в Лондоне и окончательно был подтвержден диагноз в лаборатории Криса Джонса. Мы лечили этого пациента согласно плану ХИТ-СКК, получил полностью программу лечения. У нас были сложности в оценке остаточной опухоли, опять же-таки нам помог ПЭТ, пациент был ПЭТ-негативен, сейчас ему 5 лет, он нормально развивается, у него нет никаких неврологических симптомов, он ничем не отличается от своих сверстников. Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы, хотя, конечно, группа очень небольшая, что мы должны помнить о том, что тотальное удаление глиомы, злокачественное глиомы является важнейшим фактором прогноза, что позитронная эмиссионная эндография является мощным инструментом, но должна трактоваться в зависимости от локализации опухоли, что стандартная химиотерапия неэффективна при опухолях ствола головного мозга, что облучение является важнейшим фактором негативного прогноза для развития вторичных или последующих, или радиоиндуцированных глиом, тут может быть много терминов, и можно предположить, что глиобластома или злокачественная глиома младенцев является другой, по своей сути, болезнью, и, может быть, она когда-нибудь укажет нам путь на то, как лечить всех остальных. Я хочу поблагодарить огромное количество людей, которые задействованы в лечении пациентов с глиомами. Это невозможно, наверное, проще играть в одиночку в футбол, чем лечить опухоль мозга. Это огромная команда. Если я кого-то забыла, простите меня, пожалуйста. Я очень благодарна коллегам из группы HIT, потому что они нас консультируют, потому что они позволяют пользоваться своими протоколами, хотя мы пока не являемся их полноценными участниками, по крайней мере, то, что касается глиом. И, конечно, я благодарю своих коллег из моего отделения. Всего хорошего. Очень благодарна ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за очень интересную беседу. Есть ли вопросы? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Субтитры получали в стандартном режиме на протяжении лучевой терапии 75 мг на метр и затем курсы, первый курс 150, затем 200 мг на метр с коррекцией в зависимости, то есть так, как это делают при глиобластомах. Но мы пришли к выводу, и это у нас очень маленькая группа, 7 человек, и появилось большое количество публикаций на больших когортах пациентов, что это ничего не даёт, и даже было большое количество публикаций, которые так и назывались. Огромное разочарование детских онкологов. Я понимаю. Да, но это касается именно пациентов с опоколю ствола. То есть сейчас вы не используете? Нет. Еще такой вопрос, может быть, и к нашим иностранным коллегам по возможности. Для меня всегда была загадкой, насколько можно соперировать, тем более радикально, глиомы ствола. Есть хоть какая-то грань? Я понимаю, что здесь, наверное, нет хирургов все-таки, но поскольку у вас большой опыт, вы уже можете судить как-то. Есть какие-то критерии операбельности глиомы ствола? Можно я отвечу сначала на этот вопрос? Потому что те опухоли ствола, которые обсуждаются в этом докладе, это опухоли, которые называются по-английски диапиджи. Это диффузные опухоли ствола, их невозможно прооперировать. Они занимают более половины диаметра ствола. И такие пациенты, если им выполняется оперативное вмешательство, то это всегда биопсия, если мы говорим про диффузные опухоли ствола. Другие более редкие формы, и это самая драматическая, на самом деле, страница детской онкологии, потому что не происходит существенного улучшения лечения у этих пациентов. Если мы говорим про другие опухоли, то они исключены те, которых можно удалить. Поэтому, когда мы обсуждаем опухоли ствола здесь, то это те опухоли, которые неудалимы по своей сути. Это несовместимо с жизнью. Спасибо.